Какой бес для православного христианина? Мы можем весь день находиться на диване, смотреть в потолок и терять драгоценные мгновения нашей жизни. Человек должен научиться очень ответственно относиться к тому времени, которое ему отпущено. В советское время я знал одного человека, который за свои вероубеждения сидел в сталинских концлагерях где-то 20 с лишним лет. И он рассказал мне удивительную историю, которая имела место в его жизни где-то в конце 20-х, начало 30-х годов. Он работал в пожарной охране в Москве на Таганке, и этого человека звали Серафим Иванович. У него был брат, которого звали Николай. И Серафим был очень обеспокоен, что его брат не посещал церковь. И наставляя брата, он говорил, «Ходи в церковь, молись, не упусти время». На что брат Николай отвечал, «Вот когда я буду пожилым, как наш отец или наша мать, я обещаю тебе, Серафим, я буду ходить в церковь, я буду молиться, я буду исповедоваться, я буду причащаться». И Серафим Иванович сам мне рассказывал, что однажды, когда он очередной раз услышал такую отговорку, он по какому-то внушению сказал брату, «Николай, смотри, не опоздай». И после этого разговора проходит где-то 2-3 дня, вдруг звонят по телефону в пожарную охрану, где служил Серафим Иванович, и спрашивают, «Ваш брат такой-то, такой-то, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии, множественные переломы позвоночника, приезжайте». Серафим отпросился на работе и отправляется быстрее в больницу. Там он находит врача, который выходит из операционной, и говорит, «Мы пытались сделать все, что могли, но множественные переломы позвоночника, ваш брат попал в аварию, он погиб». Начинается обычная суета вокруг мертвого тела, оформление документов. Они добились, забрали тело домой. Обычная суета вокруг мертвого тела дома обмыли, переодели, положили в гроб. И только к 4 часам утра люди стали разбредаться по комнатам, ложиться спать, а Серафим решил посидеть рядом с братом в кресле, побыть с ним, что называется, один на один. И он рассказывал, что как только он сел в это кресло, в доме воцарилась тишина, вдруг он проваливается буквально в некое сонное видение, и он видит, заходит Николай, здоровый, молодой, красивый, подходит к нему, сидящему в кресле, и говорит, «Сима, Сима, ты слышишь, я опоздал!» Серафим Иванович вздрогнул, он сидит в кресле, мертвое тело брата лежит рядом с ним. Если человек опоздает на работу, ему придется писать объяснительную. Если человек опоздает на встречу с другим человеком, он может попросить прощения, он может извиниться. Но если человек опоздает примириться с Богом, если он увлечется скоротечностью происходящих событий и не предпримет самого важного и необходимого решения для этой жизни – примириться с Создателем, он уже нигде и никогда не сможет этого сделать. Точка невозврата для любого человека – это физическая смерть. Потому что, когда человек умирает, он не имеет инструмента исправления, каковым является человеческое тело. Пока мы в теле, мы можем поститься, и наши старания будут оценены Богом. Пока мы в теле, мы молимся, и наши молитвы услышаны. Мы каемся, еще живя на земле, и Бог видит наши слезы. В будущей жизни даже плач искрежет зубов в аду, никто не увидит и никто не услышит. Поэтому будем стараться жить по-христиански, пока есть сколько-нибудь времени для того, чтобы обрести мир во Христе и со Христом. Не будем бездумно растрачивать наши годы, наши месяца, дни, недели, часы, минуты, секунды, мгновения, потому что никто из нас не знает, а может быть, у нас уже нету следующего мгновения, а может быть, у нас нету завтрашнего дня. Сколько людей, которые сейчас смотрят эту передачу, они не увидят завтрашний день, мы этого не знаем. Сон каждого человека, когда мы ложимся спать, это образ смерти, и мы молимся, неужели одар сей гроб будет, молимся, указуя на нашу кровать. Человек должен ответственно относиться к своему времени. Он не должен разменивать мгновение своей жизни на что-то пустое. Надо воспитать в себе чувства, чтобы жить суточным, богослужебным кругом, седмичным, месячным и годовым. Старинные русские люди так и жили. И известный славянофил, историк, Самарин писал, что даже если русский человек мог упиться и забыть самого себя, но придя в храм, посмотрев на икону, которая лежит на аналое, он мог совершенно чётко сказать, посмотрев на украшение храма, какой день недели, какой месяц и какое число. Наши предки действительно жили суточным, седмичным, месячным и годовым богослужебным кругом. Это то, что недостает многим из нас. И надо понять, что православие – это не просто сумма неких знаний или вероубеждений. Православие – это прежде всего образ жизни. Как мы расходуем или не расходуем своё время. Надо рачительно относиться к времени. Это дар Божий, та жизнь, которую мы имеем на земле. В этой жизни всё решается. Человек не может спасти себя за гробом, если до момента физической смерти он не обретёт мир с Богом. Он уже нигде и никогда не обретёт его. Это очевидная истина. Но смотрите, в чём заключается парадокс нашей жизни. В этой земной жизни мы больше заботимся о теле. Хотя мы точно знаем, наше тело умрёт, наше тело погибнет, как бы мы ни заботились о нём, и разложится в земле. День спасения человеческого тела – это когда тело проходит через смерть, разлагается в земле, возвращается в состояние предсуществования, становится прахом. И звук трубы Архангела Гавриила – тело воскресло. Вот это день спасения тела, потому что воскресшее тело, оно уже никогда не умрёт. В этой земной, теперешней жизни существование тела поддерживает душа. Душа выходит из тела, и тело мертво. В будущей жизни всё будет наоборот. Вышедшая из тела душа не имеет полноты бытия. Она или в преддверии мук, или в преддверии блаженств. Но когда тело воскреснет, и душа вернётся в это тело, уже тело сообщит душе полноту бытия. И так будем бережно и рачительно относиться к каждому мгновению жизни, потому что пока мы живы, возможно, кто-то находится при смерти, может быть, произносит последние слова и молитвы. Здесь есть инструмент нашего исправления, наше тело, здесь молитва будет услышана, слёзы Бог увидит, а там только допрос и только суд. Будем стремиться не опоздать, примириться с Богом, как опоздал Николай, брат Серафима. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова